всем привет всем диктофон и сегодня мы посмотрим на мою запись игры вместе со зрителями действительно вот знаете а будем мы создавать парагона сотого уровня обезьяны с дротиками это невероятно сейчас у нас вы будете видеть как свершается история по край мере для меня и для моего канала и как вы видите что в самом начале игры уже какие-то возникли проблемы что меня уже если честно испугало так как я думал что игра даже уже не начнется потому что мы начинали это буквально минут двадцать у нас если честно все вот доходило до первого раунда потому что там какие-то возникали ошибки какие-то проблемы когда я был хостом возникала какая-то ошибка который как бы никогда не было хотя по ну вроде бы у нас у всех есть игра у меня последняя версия вместе маска версия и у других вроде тоже все было спокойно и потом пришлось другому человеку как бы создать и все нормально подключилась поэтому я хочу выразить большую благодарность прям огромную тем людям которые согласились пойти со мной это все участники нашего дискорд сервера ссылка в котором будет в описании под этим видео в который вы можете вступить чтобы общаться играть мы вам будем очень рады как раз таки со мной пошел человек у которого никнейм запись потом кратос и не игрок как бы ну с нами он поиграл да и вы вышло вроде бы все хорошо единственное что запись которая уже видео не вот игрок с нами шла более трех часов вы представляете то есть очень длинно все вышло и это даже не из-за того что мы прошли невероятные раунды а то что полагал совместный режим я не знаю как это работает и почему из-за ну из-за чего все это было но вы даже сейчас уже можете заметить иногда шарики что-то так летят летят спокойно и бац немного зафризит и это но очень сильно удивляло но на данный момент мы просто занимались тем что зарабатывали деньги я там вообще толком ни о чем не думал как вы можете заметить у нас четыре бенджамина это вообще здорово но также сейчас я вот посмотрю чтобы создать прогонах как бы надо минимум ну вот четыре игрока как мне сказали что лучше иметь четыре игрока и это в принципе максимум и для этого от ваши обезьяны должны нанести 16 миллионов 200 тысяч урона а это как бы очень много а именно знаете обезьяна должна нанести этот урон именно там которая ну тот тип который вы хотите создать парагона то есть вы можете поставить 100 дротикометов и важно чтобы эти 100 дротикометов суммарно нанесли 16 миллионов урона на это очень долго это ну вот 145 раунд минимум получается и ну самое удивительное что после 145 раунда уже за пару раундов можно столько же урона нанести там все намного сложнее становится намного реже и поэтому как-то кто так и выходит у нас все это долго ждалось и чем дольше был раунд тем все намного было сложнее то есть прям проблемно было так и вот сейчас я для вас даже открыл статистику то есть чтобы создать надо потратить 250 тысяч на нам у нас на обезьяны с дротиками которые не пятого тира то есть мы должны были поставить еще очень много других обезьян с дротиками и прокачивать их до тира 4 по максимуму чтобы больше было денег и в итоге вышло 250 тысяч также надо было сделать 100 улучшений но пока 250 тысяч ты тратишь 100 улучшений ты точно наберешь и также для этого надо 9 обезьян пятого тира то есть если так посмотреть то есть тут они именно 9 этих обезьян 3 которые ставит основной человек который создает парагона они не рассчитываются поэтому надо именно 4 человека чтобы было 12 обезьян 5 тира единственное что я не знаю насчет улучшений есть же такое знание которое позволяет ставить 2 5 тир обезьяны с дротиками по нижней линии то есть учитывается ли он для парагона но мы решили на всех случаев так не экспериментировать просто поверили и взяли и вчетвером и смогли это действительно это было очень страшно очень тяжело пока что вот у нас тут все идет заработок в основном все зрители идут они вот зарабатывают а я сидела дома эти делать эти делать ладно поставлю пару рынков знаете для того чтобы у нас хотя бы немного хп копилось потому что было немного страшно а то вдруг у нас резко проиграем и все как бы у нас всего одна попытка для этого и поэтому мы были немного осторожны мы старались ставить только обезьян с дротиками единственное что были некоторые проблемные места так вот 40 раунд мы уже прошли идем дальше конечно же то есть вы пока что тут можете заметить обезьяну аса флибустиера и обезьяну мага я даже знаю кто их ставил мы не будем ну то есть нет ничего прям в этом такого просто мы договаривались ставить именно обезьян с дротиками чтобы они наносили урон а тут и обезьяна ас и флибустиер а тут посмотрите даже уже два мага и и они как бы могут добрать весь вот этот основной урон что очень страшно а то вдруг мы как бы не доживем и и все и как бы весь наш челлендж все наше испытание было бы нас марку а как раз таки самое обидное что этот человек был с нами не в голосовом чате то есть я общался вместе с двумя зрителями у третьего не получилось и как раз таки вот 3 вот ставил вот таких вот обезьян ну немного так усложняя нашу игру ну ничего страшного мы все в принципе ну нормально к этому отнеслись мы ему писали в чате в дискорде кстати потом продай пожалуйста продай не надо не надо у нас все хорошо все нормально он потом продавал да но конечно он не сразу же отвечал не всегда но главное что все обошлось что все у нас вообще спокойно идет как вы можете заметить я немного сделал ускоренную перемотку потому что как бы так намного будет лучше но представьте если бы я включил трехчасовую вот эту всю версию как 20 минут сначала мы собирались в одном лобби потом еще минут 20-30 мы доходили до сотого раунда а потом уже 100 до 145 мы проходили полторы часа представляете также может быть больше там реально были такие проблемы и мы удивлялись что про происходит вообще что к чему я как раз таки но потом вставлю и вы увидите что у нас происходило как все это было страшно в некоторые моменты я уж думал ну все я вылечу чего происходит наигрались а так пока что вот вы смотрите вот эту ускоренную примотку я хочу попросить чтобы вы подписались на мой канал если еще не подписаны ведь всего 30 процентов из всех моих зрителей подписан на мой канал следовательно 70 процентов всех остальных зрителей которые зачастую смотрели не одно мое видео а даже несколько может быть забывают или еще что-то но не подписаны поэтому я хочу вас попросить об этом если вы хотите чтобы я почаще выпускал какие-нибудь видео делал что-нибудь интересное то это будет главное достижение главное поддержка которую вы можете сделать мне будет очень приятно если вы будете активным зрителям на моем канале писать комментарии лайки даже знаете не для какого-то продвижения а просто видеть что не просто циферка добавилась на моем количестве а действительно такой человек личность у которой есть свои мысли это здорово когда видишь что ну действительно человек тебя смотрит это очень приятно и когда я создал дискорд сервер я увидел насколько вас много если честно прям здорово так приятно стало поэтому мне нравится прям очень классно также хочу рассказать о том что если верить главной странице на моем канале то там написано что мне 99 видео следовательно вот это видео которое я сейчас записываю и которое должно выйти она будет сотым то есть сотой видео на моем канале это очень здорово прям ну невероятно так много 100 видео выложить причем они же не маленькие они такие довольно таки большие значит я немало времени на это потратил хоть может быть у меня там не так много монтажа не так много вот чего-то такого потому что и не думаю что я потянул все даже мой ноутбук вот это все потянет но в любом случае не все мои видео снимаются с первой попытки и что приходится тратить больше времени поэтому очень интересно сколько в общей сложности я уже потратил на это время которое я как бы абсолютно не жалею потому что занимаюсь тем что мне нравится и я безумно счастлив тому что нахожу отклик отклик в своих в своем занятии спасибо вам большое за все также кстати вам еще расскажу про одну новость на моем канале добавилась вкладка сообщества прям сегодня на самом деле утром она добавляется когда на канале достигается отметка 500 подписчиков и добавляется на в течение недели ну то есть там написано вообще один тире 7 дней а я такой думаю но когда пишут один тире зачастую как бы один это вероятнее всего что так и будет и как бы я добился вот это вот всей планки 500 подписчиков и такой думаю ну все завтра проснусь сообщество будет какой-нибудь пост напишет штаб прикольно и тогда то хотел но вот эту вкладку потому что есть то она очень полезно она прям хорошо поможет коммуницировать со зрителями что будет позволять делать контент который будет нравиться людям и вот что-то я смотрю на следующий день мне не дается ничего ведь куда как так то я вчера еще вот это все анализировал и как бы мне дали сообщество на седьмой день как бы блин ну ладно главное что дали но я думал будет пораньше но да ладно все таки наверное загруженность у них тоже есть своя большая очень сильно главное что далее я с этим не торопился и теперь буду время от времени что-нибудь туда опубликовать как бы записи о выходе видео какое-нибудь мнение у вас спрашивать делиться чем-нибудь своим что как по мне очень здорово я даже не знаю почему именно эту вкладку сделали от 500 подписчиков до этого же она была вообще от 1000 1000 это конечно тоже хорошо но как бы это такая вкладка которая полезна особенно новичкам когда на тебя кто-то подписывается и ты путем комментариев все как путем опросов можешь узнать предпочтения из-за чего на тебя подписали тут потому что не всегда это понятно как никак поэтому вот сейчас 70 раунд и я сделаю тут такой небольшой таймскив на этом месте и вы увидите разницу что вот у нас тут как все изменится вот кстати тут у нас 128 раунд и вы можете заметить как лагают эти шары у джиггернаутов что это вообще такое они еще иногда таким тут узором разлетаются и вот представляете на вот так вот приходилось сидеть ждать смотреть думать вообще что происходит почему так то есть как бы сама вот менюшка не лагает вот как вы можете заметить я тут спокойно прокачиваю что-то ставлю вообще все нормально идет а вот эти шары вот лагают просто берут и лагают кстати на этом моменте уже один из моих зрителей удалился то есть ему на ему надо было уйти по делам но конечно ну не расстроились мы сквозь все нормально укажет его свои дела это нормально он и сразу же при этом предупредил поэтому все было хорошо он главное выполнил всю свою роль всю свою задачу он поставил всех как бы терпять обезьян что у него были много нам денег принес у него было много ферм кстати то есть вот сейчас 141 раунд и вы можете заметить как у нас на месте летают просто на месте эти шары летают и и мы действительно там уже сидели и думали что происходит типа все сейчас сейчас игра вылетит и все и мы наигрались как так то ну потому что сорок первый раунд это уже со 2 игры то есть у нас действительно два часа игры прошло чтобы дойти до этого раунда ел потому что все зря и мне от этого стало немного грустно я думаю что это такое потому что вот вы видите фиолетовый дирижабль вообще завис на месте он не летает обезьяны не стреляют шары на месте крутятся что это чем прикол вообще чего нам ожидать было от этого и я действительно сижу со зрителем болтаю а он тоже потом сказал что-то у него подлагивает начнем как у него то что на месте а потом он сказал что у него игра не отвечает благо потом отвисла но потому что страшно было если у него еще вылетела ну потом поняли в чем прикол как раз таки прикол в том что у нашего другого человека который не был с нами в дискорде у него вот залагала и вылетел вот как вы можете заметить и после того как у него вылетела у нас продолжилась игра и она уже была не с такими зависаниями было на самом деле безумно обидно что так у него все вышло что все так вот прошло я потом буду стараться наверное заново как-нибудь позвать его и другого человека который ушел по делам чтобы с ними тоже создать этого парагона и выполнить достижения потому что это правда обидно какого-нибудь знаете другого поставим парагона попроще и не так карту заваливать потому что вы тут можете заметить тут очень много всех и вся прям стоит столько обезьян я даже не представляю на самом деле сколько еще вечные шипы там их очень много то есть они действительно могут сильно повлиять и вот у человека вылетела он играл с телефона поэтому я понимаю если у меня на компьютере вот такое вытворилось то на телефоне я даже боюсь представить что там было так и сейчас вот на 144 раунд и мы уже начали своим зрителям сидеть и считать сколько нанесли урона наши 5 тир обезьяны потому что как бы все пора пора уже прокачивать просмотреть что да как вроде бы все нормально уже но стану видите все посередине ну самом начале написано все расставлено и вот я его создаю смотрите сколько шариков и опять залагала знаете что произошло у человека вылетела тоже то есть еще у одного моего зрителя вылетела игра ну степень создалась при том что у него вылетела игра он все-таки был на том месте в тот момент когда парагон создался видимо вот это вот все количество шариков он просто не выдержал его устройство но компьютер и у него вылетела в главное меню это было очень странно очень кто страшно потому что думал что опять происходит неужто опять сейчас какая-то будет проблема но я был в шоке от того что все-таки сколько трудов было преодолено но мы справились мы победили как бы но действительно это такая вот победа с сотым парагоном и ему засчитали кстати достижение ему дали его это очень здорово при этом он потом подключилась но начал подключаться ко мне чтобы заново посмотреть вот на вот этого парагона что да как но тоже классно на самом деле было бы посмотреть но у него была бесконечная загрузка пусть у него просто загрузка загрузка и ничего не продвигалась тоже на самом деле жалко и обидно что так вышло какая-то прям такая тяжелая серия вышла тяжелая битва но кстати вот когда все вылетели вы можете ну посмотреть том что все лаги пропали абсолютно все стало так плавно хорошо и ну и очень много шариков от нашего парагона это это вообще это невероятно сотая степень я не думал что у меня получится потому что я поначалу вообще как бы хотел один его создать я такой думаю вот дома это приду сделаю почему бы нет прикольно было бы а потом интернете я узнаю что нет один ты не справишься одному ну то есть один ты не можешь и тогда я понял что я хочу попросить зрителей мне как раз там в дискорд сервере один из зрителей попросил очень как позвал поиграть игру что я могу и сказал что я бы хотел вот создать такого-то прогона он согласился еще начали подтягиваться люди я даже больше скажу как бы желающих было не трое а где-то человек 7 то есть было очень много людей которые хотели тоже пойти поиграть но я просто уже не смог как бы физически максимум четыре человека и я позвал тех людей которые раньше всего вот так вот согласились но я сказал что следующие разы буду выбирать других зрителей то есть чтобы со всеми поиграть хочу постараться все равно всем выполнить это достижение помогать и что меня очень обрадовало что после этого я зашел в голосовой чат очень как увидел что там четыре человека общаются они играют так довольно таки часто это все классно замечать о том что люди играют между собой и все у них хорошо идет там я очень рад этому а парагон то посмотрите как справляется очень здорово вот вы можете заметить что у нас тут есть но также мы но два дротика мячика который прокачен по верхней по середине стороне это мы на всех случаев тогда еще ставили чтобы не прошли если что а то некоторые моменты уже было страшно вдруг у нас что-либо пройдет а тут мы их так именно нацелили друг на друга и они абсолютно не мешали то есть вот спокойно так вот не наносили урон а просто были как подстраховка также мы сделали легенду ночи это тоже для выхода уже ну и как раз таки вечные шипы два таких вот поставили это как у нас все для подстраховки к счастью она пригодилась но не так сильно то есть очень мало урона они наносили в основном все наносили дротикометчики и как вы можете заметить кстати парагон сотого уровня действительно отличается от парагона первой степени у него головной убор такой меняется у него как будто 4 болта каких-то что это вообще такое я не знаю и при этом там такие голубые какая-то голубая полоса появляется такая синяя я не знаю с чем это связано к чему это такая вот отсылка или что но в любом случае это прикольно также возле его пушки там у него появились четыре шипа таки то есть выглядит он опасный не летом цене это классно что они поменяли ему облик вот с этим вот с разницей в степенях я поначалу кстати даже не замечал ну хотя и не создавал даже никогда сотую степень не видео толком-то не смотрел про вот это вот как бы ну зачем потом вот сам создам и узнал идут ну вот реально такая вот заметная разница теперь мне очень интересно посмотреть как будут выглядеть другие парагоны сотой степени какая у них будет разница внешняя такая вот поэтому если вы этого захотите то я буду с радостью продолжать эту рубрику сам не самому как бы это очень интересно это прикольно правда это тяжело и не всегда на это время найдешь потому что надо скооперироваться у каждого тоже свои дела это я понимаю если я один то я делаю когда мне удобно а когда я не один как бы надо еще смотреть чтобы другим людям было нормально и комфортно все вот играть и чтобы все было спокойно и как вы можете посмотреть действительно у нас паргон справляется прям ему абсолютно нормально нет никаких проблем и вот он идет идет и как бы уже на этом моменте мы снимаем почти три часа ой тут кстати вот пытался зрители вернуться в игру на него не получилось то есть вот к сожалению непонятно что это воду было но мы сидели в дискорде общались мы были очень рады тому что у нас все-таки получилось все это и здесь я уже такое подумал я продаю этого парагона посмотрите вот взял и продал просто это вообще это что такое это как возможно чтобы все завершить эту игру которая длится уже очень долго вы посмотрели что он из себя представляет это действительно очень классно очень интересно и вы сейчас посмотрю эти дрочкометчики не так уж прям у нас защищали бы так все игра закончена давайте посмотрим статистику все-таки вот я разместил всего 25 башен шаров пробил 95 миллионов получил денег 719 тысяч пробил map 90 о 19 тысяч способности использовал 79 и также вот еще один из зрителей который остался его зовут рома он башен разместил 52 шаров пробил 15 миллионов получил денег 870 тысяч пробил map 3 с половиной тысячи а вот к сожалению у остальных статистику мы не можем посмотреть потому что они официально вылетели а он как бы не был подключен но у него была бесконечная загрузка и он слышал звуки и поэтому так уж вышло вот у нас кстати три достижения далее четыре героя одновременно я кстати никогда не играл в четверо поэтому вот так вот и получил передал 1 миллион денег и 100 уровень парагона это прям невероятно на самом деле я для меня максимум был как бы играть вдвоем а тут вообще четверо и столько вот всего происходило это было прикольно очень интересный опыт с которым я с вами поделился в этом видео я надеюсь что она вам понравилась ставьте лайки подписывайтесь на канал напишите пожалуйста в комментариях как вам как вам вообще такое вот видео где я сам озвучивал потому что по-другому тут уже как бы никак не вышло вообще интересно ли это стоит ли мне продолжайте делать рад но дальше вот такой вот такие обзоры проверять что-то как а с вами был диктофон всем удачи и всем пока